МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кубинку приехал молодым, но опытным летчиком. И вот только из Белоруссии я попал сюда в 89-м году. По назначению начальником политодела, там я был замначальника политодела в Щучиде, Белоруссия. А вот сюда назначили начальника политодела на новую должность. Сегодня Виктор Федорович – почетный житель Никольского теруправления. Председатель Совета ветеранов, живой свидетель и непосредственный участник истории поселка Новый Городок. Начальник политодела же в том числе занимается социальными вопросами, конечно, в первую очередь. А раз социальные вопросы, значит и телефон. Телефонов здесь не было. Когда я уволился, первая мысль была, да и заранее она была, носил я ее в голове. Занять телефон, я начал создавать предприятие, и мне в этом смысле было даже неудобно, когда ходил по горизонту, люди ходили и благодарили. Здравствуйте, Виктор Федорович, спасибо, что вы телефон провели. И так и мужчины, и женщины, и бабушки, и дедушки тогда, в те времена. И поэтому мне было приятно, что я занялся этим, а не чем другим. Вспоминает, как радовались жители новой школе, как активно и весело проходила в красивом тогда Доме офицеров культурная жизнь. Сегодня здание ГДО обветшало и требует капитального ремонта. Гранизонный дом офицеров закрыт уже как 6-7 год, и поэтому проводить мероприятие негде. И спасибо, что директор школы Сукарева Марина Сергеевна объединенных трех школ и двух детских садов разрешила. Военный поселок повидал немало, особенно сложно было и в 90-е. Но, несмотря ни на что, жили всегда дружно, вспоминает Виктор Федорович. Всех объединяло небо и самолеты. О полетах, об особенностях, днем, ночью, в сложных метеоусловиях, при минимуме, при минимальном. Там же и пилотаж тоже есть несколько вариантов. Когда хорошая погода, все нормально. А чуть похуже, уже план Б. Так, рядом с легендарным аэродромом, подрев реактивных двигателей, в поселке Новый Городок протекает обычная жизнь. Лишь у приезжих от этой романтики замирает сердце. Ведь здесь дислоцируются легендарные пилотажные группы – стрижи и русские витязи. Завтра, сразу после выпуска новостей в программе «Про округ», мы расскажем об истории и уникальности этих мест. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».